Привет, котята! Меня зовут Игорь, это канал Сдать ЕГЭ, и мы продолжаем решать логарифмические уравнения. Сегодня мы поговорим о тех уравнениях, которые так или иначе сводятся к квадратным. Давай посмотрим на доску. Итак, нам с тобой нужно решить вот такое вот уравнение, и давай сначала разберемся, а что же вот это за двойка? Чья же это степень? Мы с тобой, когда говорили о седьмом свойстве, узнали, что бывает степень аргумента, но эта двойка, она стоит не здесь, бывает степень основания, но эта двойка стоит в каком-то еще другом месте. Что же она означает? Так вот, логарифм, как и всякое другое число, может быть взят и возведен в степень. Если я возьму логарифм, скажем, х по основанию 2, и умножу его на точно такой же логарифм х по основанию 2, то я, конечно же, получу такой логарифм, возведенный в квадрат. Вот только у логарифма есть специальное место для степени, и место это над буквой g. И читается это вот так, логарифм квадрат х по основанию 2. Итак, тогда можно приступить к решению, и последнее, что нас, наверное, беспокоит, это разные основания вот у этих логарифмов. Здесь это двойка, здесь это одна вторая, и, наверное, мне хочется, чтобы и там, и там была двойка. Как мне этого добиться? Да, в общем-то, очень просто, ведь одна вторая это не что иное, как 2 в минус первой степени. А седьмое свойство позволяет мне вытащить вот эту степень в коэффициент. Я ее должен буду для этого перевернуть, но минус единицу как ни переворачивай, она все равно останется минус единицей. Так что мое уравнение примет вид логарифм квадрат х по основанию 2 минус 3 логарифма х по основанию 2 плюс 2 равняется 0. Что очень важно я забыл сделать? Я забыл написать ограничение. Я забыл сказать, что если у меня х является аргументом логарифма, то я должен требовать от него, чтобы он был строго положительным. Теперь давай приступим к решению вот этого вот первого уравнения. Как мы его с тобой будем решать? А ты, наверное, уже видишь, что оно очень похоже на квадратное. Давай для удобства сделаем замену. Давай скажем, что пусть... Нет, давай сначала скажем, что мы решим 1. Мы же с тобой договорились все оформлять как по-настоящему. Решим 1. Так вот, давай скажем, что логарифм х по основанию 2 мы с тобой будем называть t. Но если это t, то логарифм квадрат х по основанию 2 это, конечно же, t квадрат. Применив эту замену, мы получим квадратное t квадрат минус 3t плюс 2 равняется 0. Решить его можно как угодно, но в том числе и через теорему Виета. Произведение двух чисел 2, а сумма 3. Наверное, это единица с 2. Или t равняется 1, или t равняется 2. Давай сделаем обратную замену. Мы с тобой узнали, что или логарифм х по основанию 2 равняется единице, или логарифм х по основанию 2 равняется двойке. Чему же в таком случае равняется х? Или х равняется 2 в степени 1, или х равняется 2 в степени 2. То есть, или х равен двойке, или х равен четверке. Давай вернемся в нашу систему. В нашей системе мы говорим, что или мы хотим х равный 2, или мы хотим х равный 4, но в любом случае дайте нам, пожалуйста, строго положительные х. Так они оба строго положительные, так что все клево, мы решили, и ответ у нас с тобой получился двоечка, или четверочка. Теперь давай решим вот такое уравнение. Логарифм х плюс 2 по основанию 7 равен логарифму х в четвертой степени по основанию 49. И здесь нам как раз встретится то ограничение, о котором мы говорили в седьмом свойстве. Что будет, если снять степень так, что четное станет нечетной? Смотри, о чем я говорю? Я говорю о том, что, наверное, тебе захотелось вот эту четверочку по седьмому свойству вытащить вот сюда в коэффициент, но вот что тогда будет. Изначально аргументом этого логарифма является х в четвертой степени. Значит, х в четвертой степени должен быть строго больше нуля. То есть он может быть сам х хоть положительным, хоть отрицательным. Главное, ему не быть нулем. Х просто не должен равняться нулю. Если же я теперь сниму четверку и поставлю ее сюда, то аргументом станет уже просто х, который надо как-то защитить от отрицательности и придется вешать на него модуль. Однако, есть способ обойтись без этого. Во-первых, давай сразу пропишем все ограничения. Скажем, что х плюс 2, как аргумент логарифма, должен быть строго больше нуля. Что х четвертый, как аргумент, должен быть строго больше нуля. Во что это, кстати говоря, потом превратится? Потом это превратится в утверждение, что х должен быть больше минус 2 и что х не должен равняться нулю. И приступим к решению, собственно, первого нашего основного уравнения. Итак, я предлагаю сделать тебе вот что. Во-первых, ты, конечно же, видишь, что 49 это 7 в квадрате. И давай это так и запишем. Логарифм х плюс 2 по основанию 7 равняется логарифму, основанием которого является 7 в квадрате. А вот насчет аргумента мы с тобой сделаем так. Нам ведь не обязательно снимать всю эту четверку. Мы можем сказать, что 4 это дважды 2. То есть аргумент нашего логарифма это х квадрат, возведенный в квадрат. И снимать я буду не всю эту степень, не всю четверку, а только вот эту двойку. И вот эту двойку, не забыв ее перевернуть. Что тогда будет? Тогда у меня аргумент останется х квадратом. То есть степень была четной, и после снятия она тоже остается четной. И в этом случае мне не нужно ни от чего защищать х. Мне не надо вешать на него никакой модуль. Тогда у меня получится, что логарифм х плюс 2 по основанию 7 равняется. Вот эта двойка выходит в коэффициент как двойка. Вот эта двойка выходит в коэффициент переворачиваясь, то есть как 1 вторая. И остается у меня логарифм х квадрата по основанию 7. 2 и 1 вторая, как ты понимаешь, превращаются в единицу. И тогда у меня получается запись логарифм х плюс 2 по основанию 7 равняется логарифму х квадрата по основанию 7. А это один из тех финалов, о которых мы с тобой говорили. У меня появилось равенство двух логарифмов с одинаковыми основаниями. А значит я от этого равенства могу перейти к равенству аргументов. х квадрат равняется х плюс 2. х квадрат минус х минус 2 равняется 0. Это квадратное уравнение прекрасно решается при помощи теоремы Виета. Произведение у меня минус 2, а сумма единица. Это наверное минус 1 и 2. Или х равен минус 1, или х равен 2. Остается только вернуться в изначальную систему. И теперь в первой строке я говорю, что я хочу или минус 1, или двойку. В этой строке я говорю, что хочу что-нибудь побольше минус 2. А в этой строке я говорю, что ни в коем случае не хочу 0. И оба мои корня удовлетворяют всем вот этим требованиям. А значит мы решили, и ответ наш будет такой. Минус 1, либо двоечка. Что делать дальше? Да ты и так прекрасно знаешь. Конечно же, перейти по ссылочкам в описании, найти там соцсети, там найти домашку, и решить ее, чтобы все это закрепить. Ну а еще поставить лайк, еще прожать колокольчик, подписаться на канал, и вообще учиться хорошо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok